Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Что такое ОДН и сколько это стоит? В запутанном вопросе платы за общедомовые нужды разбирались депутаты. На защиту анапских пляжей администрация курорта намерена принимать жесткие меры для предотвращения застройки песчаных дюн. Осторожно, мошенники. В Анапе орудует аферисты, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, вымогают деньги у предпринимателей. Анапские пляжи сформировались тысячелетия назад. Пески состоят из кварца и считаются невозобновляемым ресурсом. Поэтому сейчас пляжи деградируют. Главная причина – деятельность человека. Стремительная застройка песчаных дюн может привести к трагедии, считают экологи. С ними солидарны и жители, и администрация Анапы. И сейчас общими усилиями ведется работа по сохранению пляжей. Наша съемочная группа вместе со специальной комиссией побывала на месте сноса дюн. Управление муниципального контроля, экологи и сотрудники полиции выехали на место. В районе лагерей «Юбилейный» и «Пограничника России» администрация города был софиксирован факт сноса дюн из зеленых насаждений. На данный момент уничтожена практически третья часть песчаной дюны, которая имеет огромное экологическое значение для сохранения песка. Также она предотвращает ветровую эрозию песчаного пляжа и является местом обитания птиц, часть из которых занесена в Красную книгу Краснодарского края. Оценить экологический ущерб нам еще предстоит, однако масштабы нарушения огромны, как мы можем видеть. И уже сейчас необходимо поднимать вопрос о установлении, конечно, виновника в этой ситуации и возмещении ущерба, причиненного окружающей среде. Арендатор хотел продлить себе дорогу еще через «Пограничник России» прямиком к выезду с пляжа, но лагерь на своей территории работать запретил. По словам члена комиссии Алины Елисеевой, еще недавно места сноса было намного меньше, и поэтому в скором времени будут производиться перерасчеты территории. На площади 25 соток ущерб составляет 6 миллионов 885 тысяч 400 рублей. Если сейчас изменятся данные по управлению муниципального контроля, значит ущерб будет уточнен и пересчитан. Судьба песчаных дюн на морском берегу Анапы сейчас беспокоит и власти Анапы, и местных жителей, и экологов. Над этим хрупким памятником природы нависла угроза уничтожения. Администрации муниципального образования города Куртанапа в данный момент готовится пакет документов для расторжения договора на данный земельный участок. Также в управлении муниципального контроля готовится письмо в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру для принятия дальнейших мер. Защитники окружающей среды считают, что здесь надо создать особо охраняемую территорию. Власти Анапы с ними солидарны и отмечают, что такой статус дюн нам реально присвоить в ближайшее время. А значит золотые пески курорта будут под охраной и сохраняться для будущих поколений. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. С начала года многие россияне получили квитанции об оплате коммунальных услуг нового образца, где кроме оформления появились и новые статьи расходов. Посыпались жалобы и письма в адрес местных администраций с просьбой разобраться с ресурсоснабжающими организациями. Анапчане тоже возмущены. Это и стало причиной обращения к депутатам городского совета, которые переадресовали вопросы, поступившие от населения руководителям предприятий. О причинах и следствиях в сюжете Вадима Родина. Десятки писем и обращений от анапчан есть в папке у каждого депутата. Сегодня они потребовали объяснить схему образования таких тарифов и почему приходится платить за непотребленный ресурс. Строчка ОДН в платежке – это счет за общедомовое пользование водой и электроэнергией. Этот вид платежа взымается со всех без исключения анапчан. Но у многих этих расходов просто нет и быть не может. И этому есть живые подтверждения. Уходит горячая вода в подъезде на уборку подъезда. Я живу в доме в 175-м. Моя жена по графику убирает, выносит воду из своей квартиры, идет, убирает подъезд, лестничную площадку. Почему там горячая вода уходит, не знаю. У нас нет ни одного разборного крана, чтобы холодный отобрал. Нет, горячую тем более. За что я плачу? За горячую воду 70 рублей мне начислили. Директор управляющей компании ОАО «Коммунальщик» Валерий Колнаузов пояснил, что рост сумм в квитанциях связан с оплатой так называемых «общедомовых нужд». И это требование не местных предприятий, оказывающих услуги, а региональной энергетической комиссии. Цель оплаты за ОДН – стимулирование населения к установке общедомовых и поквартирных счетчиков, дабы пресечь случаи хищения. Сегодня то, что собирается в ОДН, собирается за места общего пользования, за личные клетки, лифты и мусорокамеры, которые есть. Раньше еще предусматривалось на сбор за подвалы и чердаки. На сегодняшний день эти помещения убраны. И если бы эти помещения даже стояли, еще больше было. И даже на сегодняшний день жильцы на домах не хотят ставить водомеры, а общие водомеры, не только что в квартирах. Мы сегодня в тупую берем и ставим эти водомеры на дома. Невзирая, хотят они или не хотят. Мы сегодня выполняем постановление, как управляющая компания. Необходимость установки общего водомера прокомментировал Алексей Харитонов, ссылаясь на банальное воровство. В каждый почтовый ящик побросали специальные такие рекламные брошюрки, где четко нарисован магнит, тепло, электро, вода, газа. Все это вешается на прибор, остановка прекращается. Запросы мы сделали правоохранительную структуру ФСБ, СУВД. На сегодняшний день продолжается все равно распространение этих данных счетчиков. А это же вы сами понимаете, что это связано с экономической нашей безопасностью. Вот оно, объявление с громким слоганом. Останавливают все. Судя по оторванным корешкам, эти приборы пользуются спросом. Особые установки не требуют, просто прикладываются к прибору и все. И получается, что добросовестные собственники платят за тех, у кого совести нет совсем. По итогам заседания депутат Константин Апостолиди выступил с предложением обязать управляющей компании оборудовать до 1 апреля 2013 года в обслуживаемых домах в доступном для каждого жителя месте стенды с информацией о применяемых тарифах с их обоснованием, ежемесячно отражать на них показатели общедомовых счетчиков. Контрольно-счетному управлению Совета поручено провести проверку заявлений граждан об обоснованности платежей и проверить применяемые управляющими компаниями тарифы. На следующем заседании президиума Совета эта информация будет заслушана и доведена до напчан. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Автобусная остановка для сельского транспорта в районе Северного рынка неоднократно вызывала жалобы и нарекания со стороны напчан. Люди жаловались в администрацию города на сбои в работе транспорта и состоянии остановки. Никаких удобств для пассажиров не предусмотрено. Пожелания жителей были услышаны. И уже начались работы по созданию комфортных условий для пассажиров. По поручению руководства города и в целях улучшения транспортного обслуживания населения на сегодняшний день отделом по промышленно-транспортной связи организована работа по приведению конечной остановки пригородного транспорта в соответствии с требованиями секундации. На стоянке уже установили дополнительные остановочные павильоны. Также установлен дорожный знак «Автобусная остановка». Разработано четкое расписание маршрутов. Вскоре будет изменена дорожная разметка. Выделена посадочная площадка. Власти продолжат работу по улучшению транспортного обслуживания населения. Осторожно, мошенники! Нам стало известно, что в территориальный отдел управления Роспотребнадзора Анапы обратились предприниматели с просьбой разобраться в ситуации. По их словам, к ним в магазин приходят люди, представляясь якобы сотрудниками Роспотребнадзора, требуют за определенную плату приобрести документы для оформления уголка потребителя. Что это за люди и как не попасться на крючок аферистам, в ситуации разбиралась наш корреспондент Светлана Авилова. В один из рабочих дней в магазин «Бренд», который расположен на улице Промышленной, зашла женщина. По словам продавцов, она представилась начальником Роспотребнадзора, осмотрев уголок потребителя, указала на его недостатки. По ее мнению, он не соответствовал необходимым нормативным требованиям. Зашла женщина в магазин, показала удостоверение, представилась начальником Роспотребнадзора. Стала проверять уголок потребителя, потом предлагать сертификат, потом сказала, что в 2013 году новое положение, что мы должны документы прикупить, чтобы там закон вышел, чтобы мы были в курсе всего. Вот, сертификат мы должны проплатить, цена сертификата стоила 1500. В случае отказа от приобретения предложенных ей документов, дала понять, неприятности последуют тут же. Что если вы не купите, то ей неважно даже было, что придет директор, не придет, она даже могла без него. То есть она оформит акт и отнесет налоговую, чтобы нас наказали, поставили на учет. Когда мы это все услышали, мы позвонили к нашему директору, она поговорила с директором, и дали добро на сумму, которую должны были проплатить. Такая якобы проверка коснулась не только магазина «Бренд». Так, в 2010 году в одном из магазинов торгового центра на улице Астраханской были предложены хозяину магазина за одну тысячу рублей для оформления уголка потребителя закон Российской Федерации о защите прав потребителей, правила продажи отдельных видов товаров, хотя эти же документы можно приобрести в книжных магазинах или на сайте. Причем, заметим, совсем за другую цену. К нам обратились группа предпринимателей о якобы проводимых проверках Роспотребнадзора. Приходят на объект неустановленные личности на сегодняшний день, представляются сотрудниками Роспотребнадзора, предъявляют служебное удостоверение, начинают проводить проверку якобы по каким-то предписаниям, подводят людей к уголкам потребителя, заявляют, что данные уголки потребителя не соответствуют необходимым нормативным требованиям. Роспотребнадзор к данным мероприятиям никакого отношения не имеет, а проведение проверок, вы знаете, сейчас осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, закон 294, который регламентирует все проверки, о которых вы узнаете, если плановая проверка практически в начале года, потому что это вывешивается на сайте Генеральной прокуратуры, на сайте Роспотребнадзора. Если это внеплановая проверка, обязательно идет уведомление Роспотребнадзором за один день, то есть обязательно вы уведомляетесь за один, за три дня. Будьте, пожалуйста, бдительны, а данная информация мною передана в прокуратуру города-курорта Анапа для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. Рота ДПС Анапы проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная улица», в ходе которого ведется усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения, в особенности пешеходами в темное время суток. Как показывает практика, пренебрежение элементарными правилами может привести к серьезному вечьям, а иногда и к летальному исходу. Очередная авария, в которой пешеход получил серьезные травмы, произошла на трассе у железнодорожного вокзала. Женщина, управляющая автомобилем «Кеа», сбила пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. Пешеход в тяжелом состоянии доставлен в отделение реанимации центральной городской больницы. Поразительна беспечность пешеходов, которые продолжали переходить дорогу не по зебре, видя собственными глазами последствия. Поэтому пока один инспектор Рота ДПС оформлял ДТП, другой наряд составлял административные материалы на лиц, перешедших дорогу в неустановленном месте. За 10 дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная улица» сотрудниками дорожной полиции были выявлены 37 нарушений водителями мототранспорта, двое из которых за руль сели пьяными. За непредоставление преимущества пешеходам оштрафован 21 водитель. Будьте внимательны на дорогах и взаимовежливы. А далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Удачи и до свидания. Завтра, 27 февраля, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 5-7 градусов тепла, ночью до плюс 2. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 5 градусов по Цельсию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...